Приветствую вас. То, что мне стало понятно из вашего сообщения, так это то, что вы себя стыдитесь. Ну, влюбились вы, и что? Любовь – это чувство очень хорошее. Любовь – это чувство прекрасное. И не нужно и стыдиться. Также не нужно считать, что вы какой-то ненормальный, что вы неправильный и так далее. Я думаю, что нужно во всем максимально подробно разобраться. Вполне возможно, что ваши реакции, ваши ощущения – это то, что возникло вследствие определенных средних неудач, вследствие неудачных отношений с девушками, если они были. Либо, могу вас с этим оздоровить, вы наконец-то поняли, кто вы такой. На самом деле, люди всю жизнь могут проводить в поисках себя. Но у вас все получилось относительно ясно, и мне кажется, это здорово. То, что вы отрицаете свою ориентацию – это, конечно, немножечко неправильно. Потому что, почему вы ее отрицаете? Вы считаете, что это плохо? Если вы считаете, что это плохо, то почему это плохо? Вы знаете, я увидел здесь… Эксперт сказал вам про нормальную ориентацию. Так вот, где, к сожалению, эксперт ошибается. Нормальной ориентации нет. Если ориентация, которая есть у человека. И она может быть либо ложная, либо истинная, но она нормальная для каждого человека. Истинна она или ложна – определить сексолог. Я думаю, что у вас, как минимум, есть стыд и непринятие себя. Вам, как минимум, нужен анализ ваших жизненных обстоятельств и условий, чтобы понять, не является ли реакцией на что-то ваше чувство и отношение, и желание. И вот, когда будет ясно, уже можно будет давать какие-то конкретные рекомендации. Что касается того, что делать, то, ну, во-первых, я уже сказал. С психологом вам нужно проработать свои, может быть, психотравмы, несколько родительских отношений, свое непринятие себя, отрицание возможной своей ориентации и так далее. То есть, вот этот вот ряд комплексов, ряд ограничений. К сексологу вам нужно обратиться для того, чтобы он определил ваше ориентацию, истинную ориентацию. Чтобы вы поняли, кто вы, и не стыдились себя, и были спокойны. По отношению к мужчине, вам лучше всего проявлять спокойствие, тактичность, познакомиться с ним, пообщаться, поговорить, узнать его получше. И кто знает, может быть, это то, что вы чувствуете, просто потребность проявить нежность. А когда вы его узнаете получше, вы поймете, что это не тот человек, которому бы вам хотелось дарить свое нежность, свое тепло и свою заботу. То есть, важно, чтобы вы не запрещали себе полностью того, что вы чувствуете. Это нормально, это прекрасно. Далеко не каждый человек может похвалиться тем, что он был влюблен, что он любил. Любовь – это здорово. Но не стоит так же делать каких-то резких движений. Стоит все-таки соблюдать приличие, тактичность, вежливость, и установить с этим человеком контакт и знакомство. Тогда вам будет проще для себя решить, что делать. Например, если при знакомстве вы не ощутите спад вот этого вашего желания, да, не ощутите, что оно ушло, а наоборот, подчувствуете, что продолжаете хотеть и еще больше. Тогда вам нужно действовать в том ключе, о котором я сказал. Если спад будет, волноваться не очень, в переходный период, возможно, ваше сознание так старается защитить себя же от негативных переживаний, которые были до этого в вашей жизни. Еще раз хочу повторить перед тем, как закончить. Страшного ничего нет в том, что вы чувствуете. Это совершенно нормально. И меня беспокоит то, что вы себя не принимаете. Это, пожалуй, то, что вам нужно в первую очередь проработать. Вы сами для себя устанавливаете какие-то рамки. Вы говорите, я влюбился, но я не такой ориентации, я другой. Зачем? Зачем вы это делаете? Почему вы отрицаете возможность этого? Как правило, те люди, которые активно отрицают, в душе этого хотят. Техоаналитическая теория. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.